Здравствуйте, студенты специальности ТТ. Сегодня мы встречаемся на дисциплине производственной эксплуатации технологических машин. И с вами по-прежнему я, старший преподаватель Беляев Александр Викторович, транспортно-техники и логистические системы. Цель дисциплины оставляем та же, у нас остается та же фактические навыки в области эффективной эксплуатации транспортной техники, необходимые теоретические знания. И тема сегодняшней лекции особенности использования экскаваторов и повышения эффективности. Использование экскаваторов, сразу хочу сделать оговорку, немножко отличается от использования скреперов, использования бульдозеров, которые мы изучали на предыдущих лекциях. Ну, содержание лекций, комплектование одноковшового экскаватора, повышение эффективности использования экскаваторов. Разберем также эксплуатационные некоторые характеристики, некоторую эксплуатационную индексацию, существующую на сегодняшний день в сфере отечественного производства экскаваторов. Ну и начнем с особенностей использования экскаваторов и методов их повышения эффективности. Методов повышения эффективности. Область применения экскаваторов определяется его рабочим оборудованием. Ковши первое, это ковши прямых и обратных лопат. Ну, из курса устройства вы, наверное, знаете, что такое ковши прямых и обратных лопат. Грейперное, значит, рабочее оборудование. Погрузочный ковш увеличенного объема. Специальный ковш для дренажных работ, специализированных таких дренажных работ. Это у нас по отводу излишней влаги, да? По недопущению накопления излишней влаги в земляном полотне, в теле земляного полотна, значит, в полосе какой-то отвода, да? Следующий ковш для планировочных работ, многозубые и однозубые выхлители, крановая подвеска и оборудование для бурения скважин. Это у нас стрела экскаватора может быть заменена на навесное оборудование для бурения скважин, для каких-то производства взрывных работ. Если мы проходим скалу, проходим какой-то горный участок, который невозможно пойти по экономическим соображениям, его легче снести между двумя точками, когда мы строим маршрут, трассу, разбиваем. Иногда бывает, что выгоднее гораздо будет снести небольшие, как правило, это участки, чем обойти эту бону. Ну и скважины у нас нужны для укладки дренажных каких-то систем и так далее, и так далее. Это вот особенности использования экскаватора. То есть у нас экскаватор получается не только прямого назначения, да? Если мы меняем или дополняем навесное оборудование какое-то, у нас мы можем вести дополнительные работы по бурению, по пробивке скважин. Это уже двойной функционал, и это уже как бы увеличивает потребность в экскаваторах, увеличивает потребность в эффективном использовании. Экскаватор применяет как на основных, так и на вспомогательных дорожных работах. Ну, это при выполнении каких конкретно? Сосредоточения земляных работ, отсыпании насыпи их из резервов, при разрабатывании выемоках, ну, в карьерах строительных материалов, подобычей там гальки, какой-то определенной фракции скалы, той же камня и так далее. При погрузке сыпучих материалов. Грузовики, большегрузные транспортные средства, да? Это вот основные применения экскаватора. Ну, еще можно добавить, если мы меняем стрелу экскаватора с ковшом на бок, или еще на какое-то дополнительное вспомогательное оборудование рабочее, ну, уже мы можем вести какие-то буровзрывные работы, да? Идем дальше. Экскаваторы работают как самостоятельно, с отсыпкой грунта в резерв, так и во взаимодействии с транспортными строительствами, автосамосвалами, землевозами. В дорожном строительстве применяют экскаваторы-планировщики с телескопическим оборудованием. То есть телескопическое оборудование – это у нас выдвижная стрела, да? Планировщики. Это выравнивают какую-то площадку, делают ее в определенной отметке. Добиваются, так сказать, уровня ноль по определенному периметру. Позволяющие вести планировочные работы на откосах и обочинах, недоступных для автогрейдера и успешно конкурирующих с ними при вырезании и расчистке кувета, да? Ну, земляное полотно, строительство земляного полотна, она связана, конечно, с массой земляных работ. В основном земляные работ. Да, есть планирование, есть, так сказать, асфальт-вокладка, но в основном это земляные работы. Это отсыпка грунта в резерв, да? Резервы мы создаем при строительстве земляного полотна. То есть убираем излишки почвы, составая резерв для последующих каких-то ремонтов капитальных и текущих земляного полотна, чтобы где-то в другом месте, возможно, сделать отсыпку, сделать кавалетом и так далее, и так далее. То есть экскаваторы применения разнообразные, разнообразные, да? Тем более автогрейдеры при планировании, которые у нас в основном используются, с их двумя отвалами, не всегда могут быть применены по ряду фактов, но это в основном уклоны всевозможные, то экскаватор своим ковшом вполне может успешно выполнять операции по отсыпке кюветов, откосов и так далее, и так далее. Создание сопутствующих каких-то резервов земляных при строительстве земляного полота. Идем дальше. При исследовании эффективности экскаваторов применяют следующие зависимости, приведенных в отдельных затрат. Ну, тут вот в рублях можно какую-то денежную единицу, не обязательно рубли, тенге, доллары, в какой валюте вы ведете строительство, введете в свой учет, можем считать удельные затраты. Ну, они складываются. Формула Гамоцкая, я давно пожаловала от них формулы. Ну, ничего сложного в ней нет, в общем-то. Все те же показатели, что при работе, при расчете удельных затрат производственных со скриперами, с бульдозерами, которые мы выше изучали, это текущие годовые затраты, себестоимость машины смены без учета затрат на реновацию и капитальный ремонт. Ну, текущие годовые затраты – это эксплуатационные затраты, связанные с содержанием техники, с ее обслуживанием, с заработной оплатой рабочих, машиниста, оператора, экскаватора. Себестоимость. Ну, себестоимость тоже вам слово знакомое. Сколько стоит, допустим, выработка одного кубометра. То есть, сколько убьет у нас топлива, сколько убьет гидравлической смеси, сколько мы потратим энергии, человеческих ресурсов и так далее. ПС-индексом, С-сменная. Ну, это нормативная сменная эксплуатационная производительность, сменная производственная норма. То есть, заложенная у нас техническим обоснованием каким-то и так далее. Все вот в основном эти данные, скорость у нас определенная, транспортировка, допустим, какой-то, какая-то квадрокурра. Все эти у нас данные известны, да, в общем-то. Да, их можно найти в каких-то приложениях, в каких-то специализированных, в тех отделах, находящихся организацией, нормативах, нормах, правилах, листа регистрации. Ну, здесь вот расписываются единовременные затраты на переобразование, монтаж, демонтаж, переоборудование машины, число рабочих дней, пребывание машины в ремонте, приходящиеся на одну смену их работы, продолжительность переобразования машины, число выходных, простое в течение целого дня машины и так далее, и так далее, и так далее. Все показатели, в общем, знакомы. Всегда их можно в техническом отделе любой маломальский фильм. Здесь содержится экскаватор, где ведется документация, ведется расчет, подсчет при началом разработки какого-то объема, да, производства, какого-то участка, дороги какой-то работы. Всегда это можно, в общем-то, посчитать. Ну, всем нам хорошо любимая намограмма для определения области рационального применения одноковшевых экскаваторов. Ну, отталкиваемся мы здесь от расстояния, выбираем, и от объема, как я вам и говорил. И у нас выходят удельные расходы. Выбор типа размера экскаватора по линиям равных удельных приведенных затрат в зависимости от объема работ и дальности перебазирования экскаватора. То есть экскаваторы у нас, а именно на гусичном ходу, по колесам они еще какое-то расстояние могут преодолеть, на гусичном ходу, нам обязательно придется его демонтировать, нанимать какую-то дополнительную транспортную технику. Это, как правило, киложиловесные прицепы, только эти закреплять, перевозить, демонтировать при поступлении уже на объект, то есть собирать его, сгружать, монтировать. Это дополнительные затраты, это всегда эксплуатационные расходы, которых желательно избегать. Ну, не всегда это получается. Ну и вот отталкиваемся мы от объема, да, допустим, 5000 метров кубических зона, допустим, экскаватор 652, применяем экскаватор с одноковшовым, ЭО обозначение 41,11, да, его, допустим, при расстоянии 50, да, километров, удельные затраты будут 0,085 рублей при выработке метра кубических. Понятно, да? Ну и так далее, в общем. Вот жирным тут выделено наиболее, так сказать, эффективно. Экскаватор уже зоны 51,11, да, 0,08. Ну, здесь в рублях денежная единица какая-то за метра кубических. Эффективно, неэффективно, уже смотрим мы, исходя из своих возможностей. Ну, выработка зато будет, видите, какая большая, более 30 тысяч кубов метр, метр кубический. Это вот жирная линия, она вот как бы выделена вам для показания, что она будет наиболее выгодна. То есть, да, немножко повыше удельные затраты на метр кубический, но зато объем мы, конечно, перекрываем, в общем-то, все показатели. Понятно, да? Как читать, вы, в общем-то, ее знаете. Ну, и вот наименьшая, да, вот такая тоже рациональная форма. Экскаватор 33,11, одного ковшового, да, 0,13 за метр кубический. При, в общем-то, транспортировке приличный. Объем, ну, объем небольшой. Ну, зато затраты, в общем-то. И так далее. Ну, формула для определения машин циклического действия Время одного цикла. Она практически ничем не отличается, которую мы с вами разбирали при определении бульдозеров производительности, при определении скреперов. Только здесь вместо отвала идет подъем ковша, поворот стрелы с ковшом, опускание ковша, выгрузка ковша, поворот стрелы в исходное положение. Если при бульдозере, когда мы рассматривали бульдозер, у нас был отвал, то здесь ковш. Ну, и, конечно, время немножко разнится на выполнение одного цикла. Время, необходимое на копание грунта, составляет около 35% общего времени цикла. Поэтому его сокращение является резервом повышения производительности однокопшевых экскаватора. Здесь у нас является особенностью скорость копания. Если мы когда рассматривали бульдозер, у нас было что? Правильно, скорость взрезания, там, допустим, образования призмы. То здесь у нас скорость копания. Поэтому сокращение является резервом повышения производительности однокопшевых экскаваторов. Если мы сокращаем время на копание, но при заданном объеме мы увеличиваем производительность. Ну, объем ковша, это уже по техническим характеристикам, у всех он разный, смотря какой мы выбираем экскаватор. А экскаватор мы выбираем, исходя из объема. Здесь тоже вам должно быть все понятно. В соответствии с формулой... Так. Ну, подставляем выражение. Немножко перебежал. Так. В соответствии с формулой Домбровского... Домбровский это у нас вот исследователь в области эксплуатации экскаваторного оборудования светила, так сказать, где ПС-индексом 0.1 горизонтально составляющая усилия, возникающие на наружной кромке, на режущей кромке ковша при взаимодействии с разрабатываемым материалом. скорость копания у нас от мощности ковша, развиваемая в процессе и копание на ковше экскаватора необходимо для перемещения. И все это отношение... Исследованием Домбровского инвентра доказано, и другими доказано, что коэффициент К1, КН и КР зависит от грунтовых усилий конструкции рабочего оборудования. и технологии выполнения экскаваторных работ. Ну, это понятно, да? Грунтовые усилия, которые необходимо ковшу экскаватора преодолеть, они, в общем-то, влияют очень сильно на производителя. На производителя. Коэффициенты эти повышаются с увеличением группы трудностей, категории, так сказать, разрабатываемого грунта, в то время, как коэффициент КН уменьшается, что приводит к увеличению времени копания и уменьшению производительности. Коэффициент К1 может быть снижен при уменении специальных ковшей экскаваторов. Ну, специальные ковши экскаваторы с более какими-то объемом побольше, с зубьями повышенной прочности и так далее, и так далее, и так далее. При взаимодействии кромки с разрабатываемым грунтом усилия концентрируются в средней части и обеспечивается косое копание грунта, что снижается потемнение лезвия. Здесь тоже все должно быть понятно. Образование в средней части ковша получено из трубочки, что приводит к повышению коэффициента и снижению мощности и снижению коэффициента лезвия. Вот у нас ковш, в общем-то, в разрезе. Здесь, в данном случае, повышается производительность на 20-50%. То есть, косое копание грунта, что немаловажно. Идем дальше. Ковш экскаватора с режущей кромки треугольной формы. Здесь у нас что происходит? Снижение удельного сопротивления копанию обусловлено наличием эффектного бокового разрыхления прорези, образуемым центральным зубом. Понятно, да? Снижение удельного сопротивления. То есть, конструкция ковша напрямую зависит, связанность с его производительностью. Эффект бокового разрыхления прорези, образуемым центральным зубом. То есть, специальный какой-то дополнительный зуб при определенной категории грунта у нас дает повышение эффективности. Боковые режущие кромки при этом взаимодействуют со разрыхленным прорезием. То есть, наполняют крошки боковые крошки. Взрыхляют, наполняют. Ну, такие ковши, они многокубовые, как правило. Экскаваторы это такие мощные стоят в скрышных работах, на карьерах, отгружают породу, загружают тоже для старительства. Когда мы ведем насы, допустим, возводим, где нужны большие объемы земли, грунта, вот эти экскаваторы в общем-то эффективны для ковши. Вот следующий ковш. Ковш экскаваторов двухщелевой загрузкой. Вырезание ковшом двух стружек повышает коэффициент наполнения ковша, а также снижает коэффициент К1 и увеличивает производительность. Снижает коэффициент сопротивляемости. Применение двухножевых ковшей целесообразно в экскаваторах с рабочим оборудованием драглайна, так как это увеличивает устойчивость ковша. Понятно, драглайн мощный экскаватор, где ковш закреплен на тросах и происходит его выкидывание в определенный объем грунта, зачерпивание ковшом, потом происходит вырезание ковшом двух стружек, наполняемость ковша и закрывается тоже эти ковши по объему приличного в общем объема там 5 кубов, 6 кубов и так далее по возрастающим. Тоже применяется в основном где ведется какая-то разработка каких-то горных масс бывания щебня там скалы, гальки и так далее. в условиях карьеры ну карьеры по добыче щебней у нас строительство это наша неотъемлемая часть, мы всегда договариваемся с ним, потому что нам надо будет делать и отсыпку, и укладку, а на карьерах как и в правилах на щебеночных у них там стоят и добильные обстановки, они до установки они добиваются определенной фракции нам необходимой, и всегда мы как бы с экскаваторами и там и при возведении дорожного полотна имеем контакт, всегда мы пользуемся. Повышение эффективности использования экскаватора возможно применением ряда организационных и технологических мероприятий, применением различных схем забоя и вырезания стружки, первое, из технологических мероприятий, второе, правильным выбором углов поворота стрелы от места набора до места выбора, третье, увеличение коэффициента использования машины по времени за счет уменьшения непроизводительных пространств. Ну, здесь тоже должно быть понятно применение различных схем забоя, ну, это у нас в карьерах при разработке и в начальнике какого-то предприятия, где у нас погрузки мы разрабатываем какую-то стену, так называемый забой, срезая с него определенные сроки необходимы. Уменьшение непроизводительных пространств можно добиться за счет организации кольцевого движения автотажа. То есть, чтобы экскаватор не простаивал без работы, без нагрузки. Это вот непроизводительный простой называется, какой-то там обеденный перерыв, но это необходимость, а простой вот за счет отсутствия транспорта. автотранспорта. То есть, здесь нам надо сразу организовывать какое-то кольцевое движение автотранспорта. Второе, снижение затрат времени на маневрирование автотранспорта. То есть, не всегда автотранспорт в условиях, допустим, погрузки может подъехать на ту площадку, где для погрузки. ему приходится маневрировать. То есть, надо организовать поставку автотранспорта и выбор мест погрузки так, чтобы экскаватору было удобно грузить. Не просто удобно, а рационально грузить. Затрачивать меньше времени на поворот стрелы, на какие-то дополнительные подъемы и опускания ковша и так далее. Правильно подбора грузоподъемности автомобилей и их количества. Вот здесь надо быть очень внимательным и, конечно, смотреть. Если у нас 5-кубовый, 6-7-кубовый экскаватор, нельзя ставить какие-то рядовые КАМАЗы, да, потому что, вы бы говорили, один КОЖ, КАМАЗ уже переполнен, да, при таком объеме. Чтобы избежать этого, надо тщательно выбирать автотранспорт и экскаватор, чтобы они были совместимы по объему и грузоподъемности. Потому что экскаватор не может пол ковша грузить в одну машину, пол ковша, допустим, треть ковша, делить как-то его, загружать, перегружать в другой автомобиль. здесь надо быть очень внимательным. Ну, и вот выбор экскаватора, вот здесь вот хотел бы заострить ваше внимание, имеет, одноковшовый экскаватор имеет высокое отрывающее усилие на ковшу, что позволяет применять его для разработки довольно твердых грузов, таких как таламиты, известняки, песчаники и так далее. Многоковшовый также у нас применяются еще экскаваторы, да, из курса устройства вы должны знать, небольшой мощности совершенно не пригоден для добычи таких паров. Ставим при загрузке, на загрузку, погрузку одноковшовый экскаватор. Это как бы догма. Одноковшовый экскаватор с успехом применяется и на строительство, как наряду с черпанием пород из грунта, он может быть использован в качестве подъемника для самых разнообразных в качестве гриферной установки для погрузок с отручек и так далее. Одноковшовый экскаватор удобен также для работы в тесных забоях, часто меняющиеся направления отработки. карьера с залеганием породы в неравномерном по мощности и простиранном неравномерном по мощности по расположению пласта. В таких условиях лучше всего использовать одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу. Здесь тоже понятно, что одноковшовый экскаватор более успешен. Одноковшовый экскаватор на рельсовом ходу и такие есть. Применим главным образом для выемок и насыпи на работах по строительству железных дорог. На рельсовом ходу тоже у нас такие есть экскаваторы. Тоже можно возводить земляное полотно, выемки, насыпи и так далее. Нагоковшовый экскаватор небольшой мощности хорошо работает в мягких породах при длинном фронте разрабатывании забоя, карьера. Ковши многоковшового экскаватора черпают добываемую породу слоями небольшой толщины перемешивая ее в процессе черпания. Это весьма полезно при добыче глин на кирпичных или черепичных заводах, где пород экскаватор процесса от равномерности перемешивания глины зависит качество такого процесса. Это как бы нам в дорожном строительстве не имеет, но тем не менее в карьерах для разрабатываемой толщи глин состоит из разнородных пластов. Это возможность смешивания приобретает особую ценность, являясь одним из средств дополнительной переработки шествия. Ну, вот принцип работы многоковшового экскаватора, да, то есть где вот нам, допустим, нужен для нас большой объем, если привязку делать к дорожному строительству, и у нас идет отгрузка пусть вагона или в автотранспорт, он очень эффективный нагрев ковшовый ставит. Мы добываем какую-то мягкую породу по категории, да, первую, вторую, глину, и мы ставим многоковшовый экскаватор и ведем отгрузку уже непосредственно в транспорт. Если сравнивать одноковшовый экскаватор с многоковшовым, осматривая их не с точки зрения эксплуатации, эксплуатационных особенностей, производственной обстановки, а с точки зрения сравнения обоих машин, как таковых преимуществ, то будет на стороне многоковшового экскаватора. Вот примером работы многоковшового экскаватора со свободно подвешенной ковшовой экскаватором. Идем дальше. Основные эксплуатационные параметры и индексация экскаватора. По основным параметрам эксплуатационная масса, емкость ковша, мощность силовой остановки, скорость передвижения, среднее удельное давление на грунт, наибольший преодолеваемый угол подъема, продолжительность рабочего цикла, производительность, рабочие размеры, при различных видах рабочего оборудования. Экскаваторы подразделяют на размерные группы. Понятно, да? Типа размеры, размерные группы. Вот это основные эксплуатационные показатели. эксплуатационная масса экскаватора определения это масса машины с рабочим оборудованием, противовесом и полной заправкой горючо-смазочным материалом. Рабочей жидкостью, ну, для гидравлики ее, кстати, там не так мало, и охлаждающей для двигателя жидкостью. Ну, здесь тоже понятно, антифриз, литросол, в зависимости от возможностей. Конструктивную массу экскаватора определяют, исключая заправку. Конструктивная масса это та масса, заложенная поверхом, которая происходит в конвейерах. Емкость ковша геометрическая, ограниченный объем между внутренними поверхностями стенок, днища и поверхностью образованной перемещаемой прямой. перпендикулярной продольной плоскости ковша по профилю открытых его сторон. Здесь тоже понятно, должно быть, что такое емкость ковша. Различает также номинальную емкость ковша, которая равна сумме геометрической емкости и дополнительного объема разрыхленного оборудования так называемой шапки. Это то, что мы можем погрузить сверх ковша. это нам удобно, это нам выгодно. Это вот дополнительный объем разрыхленного оборудования. Ну и вот такая табличка, схемка, я хочу, чтобы вы ознакомились и вообще имели бы при себе, у себя индексация эксплуатационная экскаватора. одноковшова. Следующая цифра у нас говорит о размерах. то есть 1, 3, 3,5 кубов, масса эксплуатационной тонн, говорит о этом первая цифра. Если стоит двойка, то от 5,5 и 6,5 возможно от 8,5 до 9,5 знаменателей и сразу говорит нам о мощности основного двигателя киловатта. Примерная. Это не может быть точной. Также она говорит сразу о емкости геометрически метод кубический. Емкость ковша 0,25 0,6 если стоит цифра 3 то уже масса эксплуатационная тонн 12 6 мощность и так далее и так далее и так далее. 8 9 пока не встречалось это в резерве. Имейте ввиду первая цифра говорит о размерности группы экскаватора. Вторая цифра о типе ходового устройства. Если индексация эксплуатационная идет 1 условное обозначение буква Г это 8 тип ходового устройства. Если стоит двойка условного обозначения У это тоже общий как бы усиленный как правило Г усиленный гусич набор тройка значит П пневматика четверка СШ самоходка да и так далее и так далее тракторном оборудовании прицепное на автомобильном ходу смешанное и так далее Следующая цифра на что идет Следующая цифра у нас идет исполнение рабочего оборудования Это третья цифра исполнения рабочего оборудования у нас если единица с канатной подвеской ну вот как дайклайна если два с жесткой подвеской ну как это рабочее оборудование если три телескопического то есть движения и так последующая цифра уже идет порядковый номер модели данного размера ну здесь может быть это уже конструктивные особенности 7 и 8 и 9 и так далее порядковый номер модели данного потому что когда запускаем модель в работу поступают так сказать эксплуатационные показатели типические данные и проектировщики вносят изменения а внося изменения они меняют порядковый номер модели следующая у нас идет очередная модернизация то есть какая модель и модернизация то есть добавили мы там вентилятор модернизация меняется ну как правило пункт исполнения а в в следующее климатическое исполнение что не важно важно хл индексация холодного северная значит топическая для сухих и важных климатических зон так же обращайте на это внимание при выборе экскаватора ну это эксплуатационная таблица индексации есть тоже в свободном доступе можете ее изучить и пользоваться так же так же здесь хотел значит дополнить пояснить еще конечно необходимо радиус копания это расстояние от оси вращения поворотной части до на или более удаленной точки режущего контура ковша тоже эксплуатационные показания высота копания H это расстояние от уровня стоянки экскаватора до режущего контура ковша при копании выше уровня стоянки радиус выгрузки Rv радиус от оси вращения поворотной части до вертикальной линии проведенной через нижнюю точку ковша или его открытого днища при разгрузке здесь тоже должно быть все понятно высота выгрузки N с индексом это расстояние от уровня стоянки экскаватора до уровня нижней точки ковша при разгрузке кинематическая глубина копания N с индексом K обратная лопата расстояние от уровня стоянки экскаватора до режущего контура ковша при копании ниже уровня размеры ходовых экскаваторов характеризуются также колеей и базой шасси колея это расстояние между продольными осями проходящих через середины опорных поверхностей кодового устройства под базой колесного экскаватора принимается расстояние между вертикальными осями передних и задних ходовых тележек или колес ну это все должно быть вам известно из курсов по устройству более ранних и так далее на сим разрешите закончить лекцию темы контрольных заданий для СРС у вас на экране это виды работ экскаваторами в дорожном строительстве распределение экскаваторов различных моделей по объектам прошу описать мне все эти вопросы в соответствии с нормой контроли выслать на почту или же на универ базу литературу мы оставляем ту же самую это полянского эксплуатация строительных машин как улова эксплуатация строительных путевых и погрузочных различных машин и так далее на этом разрешите откланяться увидимся на лекциях по производственной технике по производственной эксплуатации транспортных машин университет и так далее если вы хотите найти депутат